Наследство – это имущество умершего человека, в которое входят все его вещи, деньги, вклады в банках, недвижимость, в том числе и кредиты, долговые обязательства и прочее. Наследование по завещанию действует тогда, когда человек оставил после себя завещание у нотариуса. Принимает наследство тот, кто указан в данном документе, и никто иной. Даже наследники по закону не имеют права претендовать на свою долю в имуществе, если гражданин завещал свое наследство какой-либо организации или какому-то другому человеку. Если же завещания нет, тогда действует наследование по закону. Наследование по закону предполагает наличие чередей наследования, которых у нас семь. К наследникам первой очереди относятся супруг, родители, дети, а к наследникам второй очереди относятся сестры, братья, дедушки и бабушки. Каждая последующая очередь наследует, если нет наследников предыдущей очереди. Например, наследники второй очереди наследуют, если наследники первой очереди отказались от наследства или их нет. Наследники третьей очереди наследуют, если нет ни первой, ни второй очереди и так далее. Для того, чтобы принять наследственное имущество, нужно обратиться к нотариусу в течение шести месяцев. Очень важно не пропустить данный срок. Если срок будет пропущен, то нотариус откажет выдавать свидетельство праве на наследство. В таком случае восстановить срок возможно только в судебном порядке по уважительным причинам. Если уважительных причин нет, таких как тяжелая болезнь, командировка и так далее, то возможно уже обращаться в суд с другими заявлениями. Например, с заявлением об установлении юридического факта принятия наследства, либо с исковым заявлением о признании права собственности на объект недвижимости. Конечно же, я не рекомендую пропускать шестимесячный срок, поскольку процедура вступления в наследство будет гораздо проще через нотариуса, чем через суд. Стоит отметить, что наследственная масса полностью переходит наследнику, в том числе и с долговыми обязательствами и кредитами. Долги наследуются, но пропорциональны той доле, которую наследник принял. Например, у наследодателя было 300 тысяч рублей долга. Всего трое наследников, которые вступили в наследство и получили свидетельство праве на наследство. Соответственно, каждый из них наследует одну третью долга, то есть по 100 тысяч рублей. Особо я отмечу, что в России действует наследование по принципу «пан» или «пропал». Это означает, что у нас действует универсальное правоприемство. У нас нельзя принимать наследство по частям, или, например, какую-то часть имущества принять, а другой отказаться, или имущество принять, а от долгов, например, отказаться. Если гражданин не желает принимать в наследство кредиты, то он тогда должен написать материальный отказ от всего наследства. Тогда имеют право наследовать другие наследники по их желанию. Важно знать, что наследство является правом, а не обязанностью наследника. И если все семь очередей откажутся от наследования, тогда имущество считается выморочным и переходит в собственность государства, которое, в свою очередь, является последней восьмой очередью.